Приветствую вас в моем новом видео! Поздравляю со Старым Новым Годом! Это праздник, который многие из нас с радостью празднуют, поддерживая традиции старого стиля. И, конечно же, самое время позаботиться о сохранности наших красивых новогодних игрушек, чтобы в конце года мы открыли с вами наши коробочки, и все было в целости и сохранности. И если у вас, так же, как и в нашей семье, есть игрушки старинные, либо просто стеклянные, очень хрупкие, то, конечно, им стоит уделить отдельное внимание и подготовить их к хранению на целый год. Именно в этом году у меня встал вопрос о хранении стеклянных игрушек, потому что в моей коллекции преобладали игрушки из пластика, металла, дерева, ткани, а вот стеклянных игрушек было небольшое количество. И в прошлом году летом на Балашином рынке я всё-таки приобрела много разных стеклянных игрушек, и также в конце года в магазине мной были найдены тоже очень симпатичные игрушки, и сейчас мы будем заниматься подготовкой для них коробочек для хранения. Чтобы не тратить свои средства на приобретение каких-то специальных органайзеров, для этого мне потребовались всего лишь ненужные коробки из-под обуви, из-под посылок, которые у меня в течение года всегда сохраняются, я их не выбрасываю, потому что они всегда могут пригодиться. Конечно, новогодние красивые игрушки хочется сохранять в соответствующих коробках. И для этого я использую клей ПВА и просто обклеиваю все эти коробки крафт-бумагой. Также можно использовать любую другую упаковочную бумагу. Кстати, можно не выбрасывать упаковку из-под подарков, и вот этими кусочками обклеить всю коробочку, и будет тоже очень красиво. А на следующий год, когда мы повесим игрушки на ёлку, эти все коробочки можно положить под ёлку, и они будут таким элементом декора. Можно хранить игрушки в идеально новых упаковках, каких-то современных, но если хочется именно передать дух времени, то мне нравится наклеивать бумагу в таком слегка небрежном виде, также выбирать какие-то мятые кусочки неровные, чтобы коробка передавала этот дух времени. И когда в конце года мы снова откроем коробку с игрушками, это будет какое-то настоящее волшебство и возвращение в своё детство. Субтитры создавал DimaTorzok Какие-то лишние кусочки от того, что мы уже приклеили, я оставляю, ничего не выбрасываю. Их можно ещё дополнительно проклеить на дно коробки по бокам, либо украсить ещё крышку коробки тоже. И ещё дополнительно коробки становятся более жёсткими, прочными, такими крепкими. Клей и бумага усиливают их прочность, тем самым коробки могут храниться очень долгое время. И как обычно бывает с коробками из магазинов, они обычно очень быстро все выходят из строя, у них вот эти вот по швам всякие вот сгибы рвутся, а тут эта коробка прослужит очень долгое время. Чтобы задекорировать коробку, также можно дополнительно распечатать какие-то новогодние иллюстрации, либо использовать те иллюстрации, которые были у нас в подарочной упаковке. Скорее всего, мы всё это на Новый год открывали, и если это всё не выбрасывать, а сохранять, то можно для декора использовать в дальнейшем все эти милые иллюстрации, в которые мы вложили время, когда упаковывали подарки. И вот такая вот память на коробке останется на многие долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда мы закончили с декоративной частью, приступаем к основной важной части. Это чтобы наши игрушки сохранились в целости и сохранности. Желательно, чтобы каждая из них лежала в таком отдельном пространстве. Для этого я использую какие-то картонки, тоже оставшиеся от коробок, от упаковок, и делать такие небольшие надрезы, и составляю перегородки того размера, которые нужны именно для игрушек в моём случае. Лучше это делать на месте, подготовить игрушки, подготовить картонки, сразу смотреть, какого размера игрушка, и нарезать вот такие вот картоночки, чтобы каждая игрушка имела своё место. Для наполнителя можно использовать вот такую вот декоративную бумагу, нарезанную очень мелко, либо синтепон, либо нестерильную вату, которую можно приобрести в аптеке. Обязательно приобретайте именно нестерильную. Этот вариант намного дешевле, и отлично подходит для хранения ёлочных игрушек. Каждый кусочек ваты я немного так распушаю, чтобы они приобретали объём. После того, как игрушки на них выкладываю, закрываю ещё небольшим кусочком ваты, чтобы каждая игрушка была закрыта. Мне кажется, что это такой вариант хранения из нашего детства. Наши бабушки, мамы так хранят, хранили игрушки. И очень напоминает наше детство. Во-первых, это такая вот приятная атмосфера. Кажется, вот всё настолько просто, но на самом деле игрушки так сохраняются отлично. Водатели старых игрушек наверняка знают эту волшебную атмосферу, когда ты открываешь эту коробку в конце года, и тебя просто окутывает вот это воспоминание, как это было в детстве, вот это ощущение волшебства. Поэтому я решила в коробочке добавить ещё небольшие веточки ели, чтобы не только вид, но и аромат в коробке присутствовал. Он такой особенный аромат. Я думаю, многие его знают. Как пахнут старые игрушки в вате, ещё и с высохшей еловой веткой. КОНЕЦ За один вечер у меня получилось сделать две такие коробки, полностью их обклеить, сделать перегородочки, все игрушки уложить. У меня остаётся такое небольшое количество игрушек. Если у вас есть какие-то свои любимые способы или секреты, как вы храните ёлочные игрушки, буду рада, если вы поделитесь ими в комментариях. А также поделитесь, когда вы убираете свои ёлочки, возможно, вы их уже убрали, или вы только будете их ещё убирать. Мне очень нравится атмосфера хранения игрушек в чемоданах старых, советских. И в моём случае я положила туда коробки и добавлю ещё туда две гирлянды, чтобы все игрушки, которые у меня были на натуральной ёлке, были в одном месте. Кстати, насчёт гирлянды. Мой способ хранения гирлянды мне нравится. Я уже использую его много лет. Просто сворачивать гирлянду в клубочек такой. То есть я оставляю самое начало гирлянды несмотанным и просто на руку, как нитки наматываю, как пряжу, так сказать, наматываю саму гирлянду до того, как начнётся провод подключения этой гирлянды. И отдельно ещё на блок питания гирлянды наматываю сам тонкий провод и в серединку его помещаю. В таком виде гирлянда не запутывается и когда нам нужно будет на следующий год её снова разматывать, можно только взять вот этот неубранный хвостик и вся гирлянда отлично распускается и ничего не путается. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Мы уже с вами скоро встретимся в новом выпуске. А также я буду очень рада вашим весточкам в комментарии. Оставляйте их, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok